Пожарная 78. Местность болотистая. Дом находится на склоне. Из-за этого здесь постоянно скапливается вода. При возведении здания, дабы избежать серьезных затоплений, строители искусственно подняли почву бетонными плитами. Здесь не зря, наверное, положили плиты дорожные. Люди, которые строили вот этот дом, зная геологию местную, они положили эти плиты. Мы так думаем. И нам никто на это не дает объяснение. Потому что они сняли здесь вот котлованы глубокие, вот ямы. Это просто трактор засыпал, тут пустоты. Соответственно, в дождливую погоду у нас здесь вот океаны. В этом году 78-й дом по улице Пожарной вошел в программу благоустройства придворовых территорий. Жители рассказывают, неделю назад приехала спецтехника. Начала все перерывать. Вытащили плиты, сняли бордюрные камни. Котлован вместо дороги сильно насторожил жильцов. Они сейчас засыпят песков, положат немного щебня и положат асфальта чуть-чуть. То есть мы здесь провалимся в болоте. Здесь вот-вот туда все вот эти провалы. Застройщик, который здесь работает, он с нами не общается, не очень такой общительный товарищ. Поэтому мы не знаем планы. Приезжал наш депутат, он сказал, что плиты незаконно убрали. Мы хотим в этом разобраться. Волнение жителей вполне оправданно. Стандартный способ укладки асфальта здесь вряд ли подойдет. Местность действительно проблемная. Мы связались с куратором этих работ, а также подрядной организацией, чтобы выяснить подробности. Плиты колебались. То есть проехала машина, плита в одну сторону поколебалась, потому что она лежит на грунте, на неуплотненном грунте, то ли в другую поколебалась. Если бы мы положили на эти плиты асфальт, то через год, как минимум, появились бы трещины. Ровно по тем местам, где лежали плиты. При предварительном исследовании местности были обнаружены серьезные провалы и трещины. По словам подрядчика, в любой момент все могло рухнуть. Была проведена геодезическая съемка. Определен уклон, под которым будет лежать новое дорожное полотно, чтобы вода не скапливалась и уходила естественным путем. Плиты демонтировали, пустоты заполнили, утрамбовали. Завтра мы ждем грунтовый каток, вибрационный 15 тонн. Будет соответствующее уплотнение. Щебень сегодня уже завозится сюда. Так что сейчас нет никаких у жителей повода для опасения. На ремонтные работы на этом участке было выделено 2 миллиона рублей. Новую дорогу жители смогут оценить в 20-х числах июля.